Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем обзоры модов на Скайрим. Я нахожусь на локации оружейная лавка Андрагорна, она находится возле ветреного пика, недалеко от Ривербуда. Всем прекрасно известно место под названием Ветреный пик. Это пак оружия, который, в принципе, хорошо вливается в лор игры. И вот, как вы видите, допустим, Моргенштерн, который вполне неплох. Более двухсот видов разного оружия было написано в описании. Сейчас постараюсь продемонстрировать все, что имеется на этой локации. Да, погляди. Когда я сюда попал, вот, например, лук, довольно-таки интересный. Упрощенный, легкий, такой тонкий. Прощай. Потом, что продаешь? Погляди. Тоже, вот, видите, различные луки, топоры, молоты, мечи. Что-то он шириной, по-моему, этого меча переборщил. Но это, может быть, мне так кажется. Сейчас посмотрим второй этаж. На втором этаже, как видите, у нас тут еще торговец один. Который продает различные ключи от этого места. Также оружие Араккорг. Красивый даггер такой. Необычный. Для местности Скайрима. Но там лук. Тоже такой. Непростой, на самом деле. Ну и по урону все великолепно. То есть, нету какого-то тут упероружия такого. Сейчас посмотрим, что нам скажет еще кузнец. Вот еще один торговец, кстати. Что-то, когда я его пропусти. Погляди. А он продает только вручный меч. И все. К сожалению. Тут есть охрана этого кузнеца, так что... Так, чего ты? А ты со мной не разговариваешь. Ну, это печально, что-то. Что уж сказать-то. Так, у нас остается только одна локация на просмотр. И тут мы попадаем в так называемый жилой комплекс. То есть, вот эта локация, она еще, как вы видите, не достроена. Автор еще ее не сделал, но тем не менее. По левую сторону от двери у нас находится вот такой вот сад. В котором обилие витрин, обилие растительности, пара манекенов, пара сундуков. Все это довольно красиво. И вот в двемерском таком стиле. Правда, не знаю, что в этой горе делали двемеры. Но, тем не менее, все довольно-таки интересно выглядит. Если пройти прямо, мы попадаем в более-менее жилое помещение. Тут мы тоже наблюдаем несколько витрин. Там тренировочные манекены. Место для отдыха. Но это, скорее всего, для компаньон. И тайная комната. Если я не ошибаюсь. Что у нас здесь в тайной комнате? Комната эта у нас служит алхимической лабораторией. Все довольно интересно. Такое решение, да? Неплохое, по крайней мере. Потом, тут у нас харчевня. Да, это, пожалуй, место для наших спутников. Такое. Что они могут себе спокойно тренироваться. Отдыхать. И жить. Вот такая вот, в принципе, локация. Сейчас я еще схожу вниз. Смотрю, что там. Я же понакупал всяких ключей. А вот справа от двери у нас тут очередное складское помещение. То есть, как видите, несколько стоек для оружия. Стендов для оружия. Манекен. И очень маленькая стойка для щитов. Не знаю, какой щит туда можно прикрепить. Не знаю, автор, что-то ты переборщил, по-моему, с размером, да? Да, я вижу, этот мод недоработан. Но, тем не менее, паки оружия вполне себе неплохие. Они как-то, даже можно сказать, незаметно вольются в скайримский. Такой пейзаж, лор. В эту суровую местность. Потому что это все выглядит очень и очень достойно. Модельки действительно качественные и хороши. Что ж, давайте-ка смотреть следующий мод. Так, теперь смотрим второй мод. Мод под названием... Альтернативный старт. Надеюсь, на меня не влетят сейчас с ютуба. Вот. Мы появляемся не как обычно. То есть, всем вам, естественно, известно. Начало обыкновенного скайрима. То есть, нас везут в телеге, везут нас на казнь. Нас словили за то, что мы пытались пересечь границу. Сейчас я создам своего персонажа. Ну вот, в принципе, я его и создал. Да, завершаем. Назову его... Не знаю. Назову его Гарус. Да, спасибо. Так вот. Мы появляемся в некой хижине. То есть, мы по-прежнему бомж. Выйти мы пока не можем. Пока не прикоснемся к статуе ма. То есть, в этом и заключается, на самом деле, весь процесс. Давайте-ка я сохраню игру. И сейчас покажу вам, как можно больше. Так вот, мы подходим к статуе. И выбираем различные пути, как бы мы могли прибыть в сам Скайрим. То есть, у нас есть на выбор пассажир, корабля. Потом мне принадлежит дом в одной из провинций. Мы сразу можем быть членом какой-то гильдии. То есть, вот, например, соратники, коллегия Винтерхолда, Тёмное Братство, гильдия воров. Или там ещё что-то. Что-то другое. Впрочем, пьяница вместо Таверни. Солдат армии, так же самое. Или либо империи, либо братья Бурев. Так, меня поймали при попытке нелегально пересечь границу. Вот это стандартное начало для Скайрима. Я преступник на свободе. То есть, где-то в каком-то из провинций за нас будет назначен штраф. Я дозорный стендара. Я живу в лесном лагере. Это путь охотника. Потом я потерпел кораблекружение. Я вампир, обитающий в логове. Сразу можем начать. Я некромант в секретном убежище. Я воина лигара. Или меня ограбили бандиты и бросили умирать. Это, по-моему, самое хардкорное. Так же есть еще вариант Удиви меня. То есть, из всех этих вариантов, игра рандомно выбирает нам путь. Я не знаю, можно выбрать, что ближе для меня сейчас будет. Даже не знаю. Ну, давайте-ка побудем вампиром, обитающим в логове. Теперь мы можем лечь спать и очнемся мы уже на пути, так сказать, нашего следования. Меня только-только обратили. И, как вы видите, эти ребята нам не враждебны. У нас появляется основной квест. Так, у нас есть уже железный меч. Какое-то определенное количество продовольствия. Отмычечки. Ну, в принципе, все в основном. Мы же бомжи. Нужно что-то? Да, вот беру ченик. Да нет, ничего не нужно. Что тебе нужно, симпатяга? Видите. Могу ли я что-то для тебя издать? Контрабандист. То есть, мы буквально начинаем в убежище вампира. Поискать бы отсюда выход, конечно, еще сейчас. Давайте соберем и выйдем. Как вы поняли, они относятся к нам невраждебно. Но это пока что. Дневники контрабандиста. Эта война оказалась не таким уж так выгодным делом. Это обычный дневник. Я его, по-моему, где-то читал уже. И мы поднимаемся, собственно, наверх. Посмотрим сейчас, где мы оказались от Хелгена. Какого хрена? Самые опасные враги. Чёрт, вы говорите, кряпля. Давно я уже в Skyrim не играю? Очень давно. Но мы их победили. Так, где-то мы находимся. Ооо, возле Виндхельма. Интересная позиция. То есть нам придется проделывать весь путь в Хелген с самого начала. Это будет интересно. То есть, в принципе, мы можем добраться сейчас до Виндхельма и оттуда уже продолжить. Но давайте посмотрим ещё вероятное начало игры. Мы можем стать владельцем, кстати, какой-то недвижимости. Это довольно будет интересным ходом. Нам не придётся покупать один из домов. Он будет у нас стандартный. Или сразу вступить в армию. Но это не так интересно. На самом деле. Дозорный стендара интересная вещь. То есть мы будем сразу же в зале. Не помню, как он там называется. Но чёрт бы с ним. Некромант не очень интересный. Потом я воин Алигра. Вот это как раз подходит на самом деле моему герою. Потому что я всё-таки его сделал Редгардом. И этого начала игры я не знаю. Где это мы, собственно, оказались? Возле Маркарта. Хролден. Я не помню этой локации. Чтобы прямо же вам честно сказать. Возможно, она была добавлена вместе с модом. Возможно. Нет никаких споров. Но возможно и нет. Скорее всего, это таверна, которая здесь и была. Давайте проверим. Вес такой же самый и остаётся. То есть нам нужно добраться до Хелгена. Ага, посетитель. Старый Хролден стоит уже сотни лет, дружище. Если набьёшься в стельку, тебя выставят. Пьянчуги нам не нужны. Я так понимаю, ты хочешь снять комнату Тайбера Септима? Комната Тайбера Септима? Да-да. Во вторую эру сам Тайбер Септим вёл войско, которое отвоевало старый Хролден у варваров предела. Потом Септим основал империю, объединившую Тамриэль. Но первая его победная битва, вошедшая в историю, состоялась именно здесь. И в нашей гостинице до сих пор та самая кровать, на которой спал великий полководец после освобождения старого Хролдена. За эти сотни лет она ничуть не обветшала. Нифига себе, хорошая кровать, значит. Я слышал кое-какие слухи около Хролдена. Там чё-то не так, верно? К сожалению, я вам не могу помочь, но озвучки этой нету, ну, заебись о чём. Что слышно? Говорят про мальчишку из Венхельма, Авентус Аритина. Не поверю, Ома. Он пытается связаться с тёмным братом. Я сам сменил постельное бельё. Всё чистое. Так, а по инвентарю у нас что? По-любому должна быть сабля. Вот такое вот, собственно, начало. Ну, давайте какое-то ещё третье посмотрим. Ну, так. Ну, и последний, пожалуй, это будет самый хардкорный вариант. Меня ограбили бандиты и бросили умирать. Не сдавайся. Я знаю. Я Dark Souls прошёл. Шесть раз, так что Skyrim это не проблема. Вот оно чё, собственно. Я думаю, это рандомное место, в которое меня кинули. То есть, я хрен знает где. Ну, недалеко от Маркарта и, в принципе, недалеко от Салитюда. Но я, скорее всего, без ничего. Нет, я всё-таки где-то заныкал. А тут у нас, походу, обидают бандиты. Я прав. Нет. Наверное, нет. То есть, нас кинуло фиг знает куда, и это нормально. А, знакомое местечко. Да-да-да. Да-да-да. Это было. Это было. Это мод не добавлял. То есть, скорее всего, нас просто рандомно кидают в какие-либо точки провинции. И с ограниченным продовольствием, так сказать. Если мы начинали, то есть, официальный или обычный старт игры, у нас была более-менее нормальная броня. То есть, мы могли себе позволить побегать с двумя мечами, с двумя топорами, там, освоиться с луками или ещё с чем. С двуручными топорами или мечами. То есть, была альтернатива какая-либо. Тут же у нас нет её. Что мы найдём, то и, в принципе, будет наше. Это мне нравится. Это шаг в сторону с реализмом. Ну что ж. Остаётся ещё третий мод. Правда, на него надо выделять целую серию. Но посмотрим. Наверное, даже если я буду выделять, то... То скажу об этом сейчас. Да, скорее всего, я сделаю по Snowfall. Или Frostfall. Да, Frostfall. Мод называется... Глобальный мод Наскарим. Связанный с выживанием. В зимнюю погоду. То есть, он очень широкий. Для него нужна SKSE. SKUE. Это моды, которые... Ебаный Наскарим. Я пошёл. Удачи вам, парни. Так вот, я думаю, на этом можно закончить обзоры модов. Я знаю, что уже давно их не выпускал. Ссылки на эти моды я постараюсь оставить в описании, чего не обещаю, конечно же. Нужно что-то? Приветствую. Я собираю ингредиенты. Ты знаешь, кто такой Гурман? Да, я знаю. Тогда тебе известно, что Гурман хранит свою личность в тайне? Да, конечно. Знаешь, я слышал, что Гурман сейчас в Скайриме. Да, я знаю. А, тебе... Ты слышал о Хелгене? К сожалению, я вам ничем не могу помочь. Но всё понятно. В принципе, только жалко лишь то, что это дело всё не было озвучено. В принципе, вот такой вот мод. Если кому-то надоело обычное начало игры, это ваш шанс. Ребята, это ваш шанс уйти в сторону реализма. С чего-то нового начать Скайрим. Что ж, с вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.